На вашей памяти, да и я надеюсь всех наших телезрителей, все фокусы господина Гимпу за год с небольшим его, так сказать, управления, если это можно так назвать, страной. И его указ по 28 июня, и мы не проигравшие, то есть не победившая, а проигравшая сторона, и парад 9 мая, ну и прочее, прочее, не хочу терять время. В этой ситуации для нас была принципиально важна позиция наших визави по переговорному процессу, и мы первое, что задали, братцы, вы как относитесь к этим ценностям, вы как относитесь к Великой Отечественной войне, вы как относитесь к победе советского народа, вы как оцениваете эти вещи? Да, мы получили вразумительный ответ, мы были удовлетворены этим ответом, и мы четко сказали журналистам, да, наши позиции сходятся здесь. И тогда, выслушав то, что сказал Владимир Николаевич Воронин, выслушав то, что сказал Лопу Нарышкина, естественно, у Нарышкина единственное создалось впечатление, другого и не могло создаться, что лево-центристский альянс практически сделан. Причем, это исходило из уст Воронина, но в еще большей степени это исходило из уст господина Лопу. А теперь посмотрите, Демпартия, что делает Лопу? Лопу целый год демонстративно показывает всем, что он приверженец России. Причем, он это не просто демонстрирует, он это подтверждает своими поездками в Москву, своими встречами. Причем, он старается любой ценой, хоть на минуточку, пожать Путину руку, там улыбнуться Медведеву и так далее, и так далее. Хоть издалека, хоть Медведев понятия не имеет, кто это такой. Но это не важно для него. Он делает все, чтобы убедить здесь, убедить в Молдове, что он пророссийский политик. И все эти братания с Грызловым, обнимания с Грызловым и подписание этого документа, это был полностью пиар предвыборный. Мы это хорошо понимали, но мы надеялись, что все-таки в основе этих визитов, этого пиара, лежат какие-то моральные, этические нормы. Что же оказалось в конце концов? Оказалось то, что мы имеем на сегодняшний день. Какова может быть реакция Москвы на этот счет? Вы знаете, я абсолютно убежден, что реакция Москвы будет крайне негативной. Не будет, а есть крайне негативная. Единственное, что честно и искренне говорю, мне бы очень хотелось все-таки, чтобы у Москвы, я в данном случае говорю Москвы, имея в виду все руководство Российской Федерации, хватило политической мудрости. Не могу сказать по-другому, для того, чтобы из-за одного политического мошенника, из-за одного лгуна, ничего не преувеличиваю. И выбираю самые мягкие термины, которые можно выбрать в данном случае к лидерам демократической партии, чтобы не были наказаны все молдаване, чтобы не был наказан весь молдавский народ, чтобы не было наказано все молдавское государство. Вот дай Боже, чтобы это было так, с первого дня до последнего. Причем, вы знаете, я не первый день в политике, я в ней давно и все время присутствовал в политике высокого ранга, в политике высокого уровня. Я понимаю, что в политике есть идеология компромиссов, я понимаю, что в политике есть определенное лавирование и так далее, и так далее. То есть я могу много найти различных терминов, которыми охарактеризовать поведение политика, скажем, в той или иной сфере. Но ни в какой политике, ни в какой политике не допускается наглая, беззастенчивая, откровенная ложь. Вот наш переговорный процесс с самого начала, с их стороны, сопровождала такая ложь. Из всех переговорщиков, которые сидели против нас, двое абсолютно точно знали, что они лгут. Это господин Лупу и господин Плохотнюк. Я не знаю про остальных и не знаю, насколько они там допущены в самые кладовые их политической кухни. Но эти двое понимали, что они делают, осознавали и шли на все это сознательно. И извините, чтобы я к этому не возвращался. И все их попытки закрыться там этим пленумом, ну я по-своему называю, как он у них называется? Съезд. Ну он не съезд был, а полицовет они собрали там, 200 с чем-то человек. Это абсолютное прикрытие. Никогда у них этот полицовет не собирался. Ничего никогда этот полицовет не решал. И мы сегодня знаем, как люди ехали на этот полицовет. И мы знаем, что все эти люди были заранее проинструктированы, что делать, куда идти, как идти и так далее. И так далее. Это был настолько разыгранный, настолько бессовестный спектакль, что его даже сложно представить. То есть Лупу знал изначально, что он пойдет на правосудистскую коалицию. Я в этом уверен абсолютно. Сегодня я в этом уверен абсолютно. Лупу изначально знал и понимал, что он это делает. Ну видите, переговоры ему были крайне необходимы с нами, дабы до определенного момента замазывать глаза, извините, что применяю такой термин, той же Российской Федерации. Потому что им он обещал, ну за сутки до принятия окончательного решения, он заверял представителей Кремля, что левоцентристский альянс создан, он практически действует и никаких сомнений в этом нет. Это же Лупу слова. Добро? Они говорят, да, добро, но дайте нам подумать, дайте нам поразмышлять. Мы им отдаем все документы, на следующий раз они приходят и говорят, у нас нет гарантий. Мы им отвечаем, братцы, так и у нас нет никаких гарантий. Если у вас есть тень сомнений, вы не верите нам, то мы дважды не верим вам. Вы ничем никогда не продемонстрировали, что вам можно верить. И тогда, открываю маленький секрет, не думаю, что он великий, Лупу нас просит. Давайте сделаем поэтапно. Давайте меня сначала изберем председателем парламента. Это как бы является гарантией, что вот я уже в кресле, и я его президента. А затем, когда вместе меня изберем президентов, мы председателем парламента изберем представителя партии коммунистов. Кстати, хочу вам сказать, ни разу не обсуждалась фамилия от партии коммунистов, кого мы будем рекомендовать. Не звучало нигде, потому что сейчас слышу, они уже пытаются распустить, что вот мы не хотели Воронина, ложь очередная. Вообще не было фамилий, вообще не было обсуждений по фамильному. Но мы на следующей встрече четко им говорим, да, братцы, мы и на это идем. Марьян Ильич, гарантию хотите? Мы вам даем гарантию, что мы добросовестные люди, что мы отвечаем за каждое свое слово, мы отвечаем за каждый свой жест, и мы проголосуем все, что мы с вами договоримся. И он знал о том, что он избирается вот так, вот так, вот так. И это уже по аналогии он предложил правоцентристскому альянсу вот такую гарантию в избрании президента. Я вам расскажу, чтобы вам было понятно, последний день наших переговоров. Да, у нас оставалась там, ну скажем, не совсем договоренным судьба министерства внутренних дел, судьба центра по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, и в этой связке судьба генеральной прокуратуры и так далее. То есть, вот скажем так, силового блока. На последний день на переговорном процессе с нашей стороны участвовала Зинаида Петровна Гречаная, Игорь Николаевич Дадон и я, с их стороны участвовал Лупу и Плохотнюк. Все. Вот мы впятером. Мы практически в течение часа сняли все эти вопросы, вот которые я вам назвал. Мы договорились по генеральной прокуратуре, по центру, по МВД, сняли эти проблемы. В конце я спрашиваю у господина Лупу, мы подписываем документ? Я получаю ответ, да. Я говорю, когда мы с вами будем подписывать документ? Что нам передать Владимиру Николаевичу и нашей фракции? Ну вот у нас полицовет в 12, значит в 2 мы закончим. Пол третьего, Плохотнюк его поправляет, давайте в 3, чтобы было с гарантией. И Лупу, глядя мне в глаза, говорит, в 3 часа. В 3 часа мы встречаемся, я говорю, мы можем говорить нашим журналистам, всем кому надо. Да, все, мы в 3 часа с вами подписываем документ. И на этом мы с ними расстаемся. Мы приходим к нам в партию, во фракцию и докладываем руководству партии, руководству фракции, что переговоры завершены, что устранены все, 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 что было даже мелкие, даже запятые. Мы убрали, нет проблем. И мы подписываем базовый документ завтра в 3 часа в присутствии всех фракций. Вот все, что было в 11.00. Вот мы расстались в 11.20 утра. Сейчас, в принципе, Дима... Сейчас я даже комментировать дальше.